Существует два фундаментальных аспекта, две фундаментальные силы, действующие внутри каждого человека. Одна из этих сил отвечает за самосохранение. Инстинкт самосохранения постоянно старается окружить вас защитной стеной, а стремление стать безграничным, напротив, постоянно пытается вытолкнуть вас за границы, в которых вы существуете. Именно эти две силы находят множество проявлений, либо в форме накопления чего-либо, или в форме всевозможных желаний человека. Но всё это, по сути, является лишь игрой этих двух сил. Как только вы делаете ошибку, отождествляя себя с чем-то ограниченным, инстинкт самосохранения с легкостью побеждает. Да так, что кажется, будто другой силы даже не существует. Суть всех усилий по достижению успеха в вашей духовной садане заключается в том, что вся она по существу направлена на выход за рамки ваших ограничений, разрушения существующих границ вашей энергии. Когда ваши энергии стремятся стать безграничными, а в своих мыслях и эмоциях вы отождествляетесь с ограниченными вещами вокруг себя, вы создаете ненужную борьбу между этими двумя силами. Но секрет успеха в том, чтобы эти две силы стали одним целым. До тех пор, пока они не станут едины, у вас не будет достаточной энергии, чтобы разрушить ограничения этого измерения. Это происходит потому, что все, что у вас есть, разделено, и пытается тянуть вас в противоположных направлениях. Таким образом, вы будете делать шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Если вы делаете шаг вперед, а затем шаг назад, то очевидно, что вы никуда не придете. Возможно, это хорошее упражнение, но так вы никуда не продвинетесь. Когда вы отождествляете себя с ограничениями вашего тела, с тем, что вы называете продолжением своего тела. Например, со своей семьей, домом. Я не говорю, что у вас не должно их быть. Иметь тело и отождествлять себя с ним — это разные вещи. Точно так же иметь семью и отождествлять себя с ней — совершенно не одно и то же. Как только вы отождествляетесь чем-то подобным, естественным образом вся ваша система будет работать над строительством стены вокруг этой идентичности, не позволяя человеку расширить или разрушить границы того, кем он является сейчас. Шанкара сетует. Что значит, когда вы отождествляете себя со своими семейными отношениями, вы, естественно, будете думать только о деньгах, своем имуществе и тому подобных вещах. Вы не сможете думать ни о чем другом. Не говорите себя «О, да, я стал таким только из-за моей семьи». Нет. Вы не стали такими из-за семьи. Ваша семья становится для вас такой только потому, что вы такие. Не думайте, что все наоборот. Определенные вещи в вашей жизни происходят из-за того, насколько вы отождествлены. Ничто извне не является препятствием. Препятствием является то, как мы воспринимаем, то, как внутри нас мы относимся к этим внешним факторам. Если ваши энергии разделены, одна пытается строить стены, а другая пытается эти стены разрушать, тогда это борьба. Просто пустая трата жизни. Если вы хотите посвятить себя строительству стен, тогда, по крайней мере, можете построить Великую Индийскую стену. Простите, кажется, Великая Стена у китайцев. Но если вы направите всю свою энергию на то, чтобы разрушать эти стены, у вас это обязательно получится. Существуют старые стены, которые были построены в другом месте, и для их разрушения может потребоваться некоторое время. Но важно также не возводить новых стен. Старые стены можно разрушить. Но проблема в том, что каждый день появляются новые. При этом совсем не обязательно, что вы делаете это сознательно. Просто если у вас есть какое-либо ограниченное отождествление, все в вас будет строить стены по-другому и быть не может. Итак, садхана двигает вас в одном направлении. Однако, если ваш ум привязан к ограниченным вещам, вы без какой-либо надобности создаете напряжение в системе. Это как будто вы привязали свою лодку к берегу и пытаетесь грести изо всех сил. Опять же, это хорошее упражнение. Но так вы никуда не продвинетесь. Если же отвязать веревку, то даже если и не грести, вы все равно постепенно начнете двигаться вместе с течением реки. Духовное путешествие не обязательно должно требовать больших усилий. Оно просто должно быть разумным. Однако для того, чтобы прийти к такой разумности, иногда могут потребоваться усилия. Это не обязательно. Но иногда для этого могут потребоваться усилия.